Неприятно, когда вас сравнивают с кем-то, особенно не в лучшую сторону. Ну ладно, это один раз. А вдруг эта нездержанность превращается в постоянную травлю, от которой никуда не деться? Это же... это же просто невыносимо! Не верите мне? Пусть тогда вам об этом расскажет Ребекка под авторством Дафны Дюмарье. Ребен Дюмарье Реальность слишком быстро настигает ее и толкает в спину колкими словечками и перешептываниями прислуги, которая явно считает, что новая хозяйка и в подметке не годится почившей чуть меньше года назад Ребекки. Все в поместье, даже воздух пропитано призраком прошлого. Милой, безупречной, неповторимой красавице. Не то что нынешняя незатейливая скромница. И это постепенно сводит молодую особу с ума, подталкивает ее к краю. Вот только в каком направлении она сделает следующий шаг, это загадка даже для нее самой. Не секрет, что авторы часто излагают в книгах то, что их гложет больше всего. Дюмарье не стало исключением. Так она однажды призналась, что ревновала своего мужа к его прошлой черноволосой красавице-жене, которая однажды бросилась под поезд. Еще один интересный факт. Во время Второй мировой войны одно из изданий Ребекки использовалось с немцами для кодировки сообщений. Так цифры кода указывали на страницы, строки и слова, из которых при расшифровке составляло сообщение. Прошлая ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерле. Я прислонилась к железным воротам и некоторое время не могла проникнуть внутрь, так как они были закрыты на засов и на цепь. Затем, словно наделенная какой-то сверхъестественной силой, как это бывает в сновидениях, я прошла сквозь закрытые ворота. Передо мной лежала дорога, такая же, какой я ее знала, вся в крутых поворотах. Но через несколько шагов стало видно, что дорога сильно изменилась, она стала узкой и заброшенной. При свете луны мне показалось, что в доме еще живут. Занавески одернуты, пепельницы полны окурков, на столике рядом с цветочной вазой еще лежит мой носовой платок. Но облако закрыло луну, и стало видно, что дом превратился в развалины, под которыми похоронены все наши муки и страхи. Если вы хотите окунуться в эпоху прошлого, уйти с головой в интригующий сюжет и испытать легкое нервное напряжение, то, возможно, книга Дафны Дюмарье, которая местами напоминает Джейн Эйр, придется вам по душе. Что ж, это были 100 страниц Ребекки. Ставьте закладку, увидимся очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok